В связи с ТВ. Узнай новости первым. Честь нее назвали одну из первых улиц Кстова. Вторая городская, что стоит на улице Школьной, отмечает юбилей. Учителя сегодня принимают цветы и поздравления. Особенно трогательные звучат на сцене от самых маленьких учеников. Эта школа для нас будет самой желанной. Школа вторая. Будь для нас, мамы, на долгие учебные года. Своя школа молодому рабочему поселку на Волге понадобилась еще в начале 50-х. Ближайшая в Старом Кстове всех детей уже не вмещала. Под учебное заведение тогда отвели жилой дом на 12 квартир по числу классов. 8 сентября в 9 утра здесь прозвенел первый звонок. За партой сели 335 учеников. А всего через два года у Кстова появилась уже полноценная школа. В новый учебный год, в 54-м, ее порог переступили порядка тысячи ребят. Сегодня во второй городской обучается около 800 детей. Это современное учебное заведение, оснащенное по всем образовательным нормам. Наша школа шагает со временем в ногу. Она и инновационная. И площадки открываются для того, чтобы учителя творчески развивались. Учителя принимают в конкурсах инновационных действиях и во всех интернет-конференциях. И показывают, и делят своим опытом и на педагогических советах, и на муниципальном уровне, и на региональном уровне. Зал полон гостей. Среди них и молодые педагоги, и ветераны. Галина Дубровина стала директором в годы перестройки. Вспоминает, как было непросто, когда государство все меньше поддерживало учебные заведения. Тем не менее, во второй городской появилось профильное образование. В народе школа получила еще одно название – медицинское. Мы создали, очень удачно договорились с медакадемией, создали медицинские классы. Ребята ездили в мединститут на практические занятия. То есть они понимали, это их профессия или нет. Ну и многие выпускники этих классов стали известными врачами в нашем городе. Это, например, Рыжов Алексей, замглавного врача. Васильченко Николай, психолог. Затем Лариса Власова. Ну и очень много врачей молодых, которые вот сейчас у нас здесь работают. Именно вот из этих классов. На праздник пришли и выпускники. Со сцены они признаются в любви к учителям и к школе. А ведь еще недавно кто-то из них потрунивал над педагогами и просто категорически не хотел учиться. В школьные годы каждому из них запомнились чем-то своим. Дискотеки школьные. Вот там действительно творилось чудо. Вот. Это осенний бал, новогодняя елка. Особенно старшие классы, они умеют отрываться. О школе воспоминания могут быть только самые теплые, самые хорошие, самые добрые, самые веселые. Ну, я проучился в этой школе 11 лет и эта школа мне запомнилась как, ну, второй дом действительно. Я здесь проучилась 11 лет. Мне здесь все безумно нравилось. Было очень весело. Много очень самых хороших, положительных воспоминаний. Скучаю по школе очень сильно. Тут было всегда весело. Здесь всегда тебя понимали, слушали и тебе помогали. Зданию второй школы необходим капитальный ремонт. Фасад не менялся 64 года. В департаменте образования пообещали с этим помочь. Часть денежных средств, которые удалось, так сказать, сэкономить в прошлом году, областное правительство разрешило использовать на капитальный ремонт. И первое, что мы по согласованию главы администрации, значит, поставили на капитальный ремонт. Предложили, он утвердил, это здание начальной школы, второй школы. Фасады и стены второй городской будут неумолимо отсчитывать время. А школа все равно остается молодой, потому что ежегодно наполняется новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда 11 лет. Ровно столько, сколько от первого до последнего школьного звонка проходит свой путь ученики. Евгений Мельников, Андрей Герастов, Связист ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова